Здравствуйте! Возродить привлекательность профессии педагога, поднять ее на качественно новый уровень, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Вот цель объявленного президентом года педагога-наставника в 2023 году. Чем наставник отличается от учителя? Кто им может стать? Это и многое другое послужило темой для разговора «День наставника» на Самары ГИС. Я представляю гостя в студии. Марина Валерьевна Родина, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, лидер городского округа Самара, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и что же, традиционно о нашей программе мы начинаем с рассказа о себе. В данном случае я попрошу рассказать вас, как давно вы руководите центром, как давно вы вообще в педагогике? Хочется сказать, что оказывается, 1 сентября 2023 года будет ровно 40 лет, как заведена моя трудовая книжка и началось мое педагогическое, ну не знаю, шествие по своей жизни. А центр-лидер пришел ко мне в жизнь без двух месяцев 10 лет назад. Оказывается, 21 октября будет 10 лет, как я руковожу центром. А вот, кстати, очень любопытно, какая первая запись трудовой книжки вашей была? Не поверите, старшей пионерской вожатой. И работала я в 36-й школе на протяжении 7 лет. В должности старшей пионерской вожатой. Ну то есть это тогда уже помогло определиться с выбором вашей будущей профессии? Действительно это так? И не жалеете ли вы, что уже 40 лет вы в педагогике? Нет, не жалею. 1 сентября 1973 года, когда я пришла в школу и познакомилась со своей первой учительницей Анной Алексеевной, рассказывай, 1 сентября придет домой в школу. Я маме сказала, я буду учителем. И так вот и случилось. 10 лет, достаточно серьезная цифра. Скажите, вот вы когда пришли руководить центром «Лидер», с чего все начиналось? Куда вы пришли? В какой коллектив вы пришли? Кто вас встретил? Ну и, соответственно, спустя 10 лет можно ли сказать, что центр действительно изменился под вашим руководством? Я пришла в сплоченный дружный коллектив единомышленников. И на сегодняшний день он остался таким же. Ну да, конечно, ротация кадров, она естественный процесс. Люди растут, люди меняют место работы, меняют формы работы, уходят, приходят. Дополнительное образование. Но, тем не менее, костяк, основной костяк у нас остался с 2000 года. Центр наш открыт в 2000 году. И большинство сотрудников по сегодняшний день работают. Это замечательные педагоги, методист Денисова Надежда Валерьевна. Замечательный педагог дополнительного образования Дермичева Юлия Валерьевна. О многих еще можно говорить, о многих. Но это костяк, основа. У нас небольшой коллектив. Камерное учреждение. Мы на виду у родителей, родители и дети на виду у нас. Какая особенность у нашего учреждения, у моего учреждения? Вот это первое, это коллектив единомышленников. Второе, это коллектив, сплоченный, дружный союз педагогов, детей и родителей. Только вот в этом союзе мы добиваемся очень хороших успехов. Успешной деятельности, ну у вас такое громкое название «лидер». Вам нужно нести лидерские позиции на протяжении всей вашей работы. Вот скажите, пожалуйста, все-таки изюминка вашего учреждения, вы сказали, да, педагоги, но у настоящих успешных руководителей и должны окружать только профессионалы. А вот что еще? Изюминка, изюминка – это давно. Изюминка – это детское наставничество, которое родилось в профильных сменах. Давным-давно, еще в 2008 году, когда маленький мальчик, он тогда был в седьмом классе, подошел ко мне в профильной смене и говорит, Марина Валерьевна, а можно я покажу ребятам, как я хорошо танцую в брейк-данс? Тогда это было в бренде. Я говорю, ну конечно. Но в профильной смене есть свои нюансы, все расписано по часам, творческие мастерские, мастер-классы и так далее, и тому подобное. Детей нет времени свободного. Мы вставили Петю в расписание. Вот тогда случился первый мастер-класс «Дети детям». Петр научил ребятам. Более того, через несколько лет Петр у нас попал на всероссийский конкурс, где занял одну из лидирующих позиций именно в номинации брейк-данса. Вот тогда и началось. С простого брейк-данса. Потом мы научились плести косички. Потом мы научились плести фенечки. А потом это стало доброй традицией, которую мы растим, воспитываем, направляем. А когда вы поняли, что вот именно зародилось детское наставничество, сразу вашим профессиональным взглядом это было объято? Либо уже потом, анализируя, вспоминая и приводя другие примеры? Я думаю, что, наверное, все-таки сразу. Что в педагогике у нас в дополнительном образовании особенно ценно? Это инициатива детей. Каждый ребенок своим вопросом, проблемой, инициативой может подойти к любому педагогу, методисту. Я говорю, что мы камерное небольшое учреждение, и мы на виду. Я знаю каждого ребенка. Может быть, не по именам, но в лицо знаю всех родителей. У меня нет записи приема предварительной. У меня всегда открыты двери, так же, как у всех педагогов. И именно тогда мы поняли, что это наша изюминка, вот эти мастер-классы, дети детям, которые нужно холить, лелеять и направлять. Ну и открытость, наверное, да? Открытость к инновациям, открытость к общению, к сотрудничеству. Тоже можно добавить в ваши качества центра? Конечно. Мы сотрудничаем со многими учреждениями не только в образовании, не только в городском округе Самара. Мы сотрудничаем с Центром детского творчества города Оренбург, с Центром дополнительного образования города Астрахань. Мы сотрудничаем с образовательными учреждениями городского округа Самара. Более того, наши выпускники, ну, скажем так, сначала обучающиеся, потом выпускники, совершенно спокойно поступают в профильные учреждения образовательные нашего городского округа Самара. В настоящий момент у нас пять педагогов, выпускники нашего центра, которые закончили училище культуры, институт культуры. Вот пять молодых педагогов на сегодняшний момент, они имеют тоже квалификационную категорию, они развиваются благодаря национальным проектам, двое из них получают высшее образование по целевому направлению. Ну вот я считаю, что сотрудничество с учреждениями извне, это и является нашей открытостью. Мы открыты для производственной и педагогической практики учреждений. Мы, в общем-то, и готовим кадры с практик. Они к нам приходят, не зная не только наши выпускники. Наши выпускники идут как на параде, к себе домой. Лидер – это территория счастливого детства. Они приходят домой, они здесь счастливы, они востребованы, их понимают, они понимают, что от них хотят и что нужно делать. А те детки, ну, простите, уже не детки, молодые люди на перепутье дорог при выборе профессии, когда, не знаю, каким образом они попали в образовательное учреждение, тоже училище культуры, хореографическое училище, приходят к нам для того, чтобы посмотреть на открытые занятия наших педагогов, поучиться у них и показать свои знания, умения. – Вот она, высшая степень наставничества. Хочу завершить я вашу мысль, потому что действительно, когда приходят студенты пройти практику элементарной, когда они попадают в очень комфортную для себя среду, то хочется остаться, хочется дальше расти и набираться профессионального опыта. Вы рассказали про профильные смены. Давайте поподробнее, как можно стать их участниками. – Участниками профильной смены являются дети городского округа Самара. Как правило, это ребята, занимающиеся в центрах дополнительного образования городского округа Самара, в школах искусств и общеобразовательных школ. Мы формируем смену из учащихся нашего города, и уже в феврале текущего года мы начинаем готовить грядущую летнюю смену. Начинаем с работы с педагогами. Мы погружаем в атмосферу профильной смены педагогов, наставляем, направляем их. Ну, а потом не успеем оглянуться, приходит лето. И вот она, профильная смена, время больших перемен, которая с успехом проведена в центре «Золотая рыбка». Вы знаете, у нас есть видео, любезно вами предоставленное, как раз профильной смены. Давайте все вместе его посмотрим. Каждый день нам дарит шанс Так бери от жизни все Рядом все твои друзья С ними вместе ты сильней Если думал, сделай что-то В тот момент не опусти Наступают перемены Нам нужен только ты Перемена Добавь книгу жизни ярких страниц Перемена Для нас не существует хранить В наших глазах огонь ярче солнца Пройдет сквозь тысячи стен Перемена Мы ждем Больших перемен Добавь про страхи и сомнения Мне нужны твои идеи Чтобы изменить наш мир Немного веры и терпения И ты непобедим Один Ты можешь сделать много Но вместе точно больше и быстрей Когда в глазах увидишь пламя Знай, ты нашел своих людей Перемена Добавь книгу жизни ярких страниц Перемена Для нас не существует хранить В наших глазах огонь ярче солнца Пройдет сквозь тысячи стен Перемена Мы ждем больших перемен Больших перемен Марина Валерьевна, давайте поговорим о наставничестве Мы уже коснулись немного этой темы Но я хотела бы спросить вас Скажите, а у вас лично есть опыт наставничества И как он реализуется в центре? Я, наверное, все-таки горжусь тем, что я наставник Потому что за время моей педагогической деятельности Два моих педагога стали лидерами образования городского округа В 2009 году И в 2021 году Я горжусь Тем, что я наставник Наших молодых педагогов Которые, уйдя Окончив наш центр Возвращаются И на практике уже шептет Марина Валерьевна, а вы возьмете меня? А место есть? А вы возьмете? Конечно, возьмем Конечно, возьмем Вот Ну, педагог Понятие Понятное Все Учителя Педагоги А вот в чем выражается все-таки наставничество? Скажите, пожалуйста Ну, наверное, нужно Нам Понять, кто такой учитель И кто такой наставник Учитель это кто? Это человек добровольный Взявший на себя ответственность за обучение и воспитание Добровольно Добровольное слово Кто такой наставник? Это человек, который Сопровождает наставляемого Направляет и мотивирует его Из этого мы с вами можем вывести определение педагога-наставника Педагог-наставник Это человек Добровольно взявший на себя ответственность за обучение и воспитание Направление, сопровождение и мотивацию другого человека Скажите, а это по большому счету общественная деятельность? Либо это все-таки как-то прописано? Ну, я не знаю, и поощряется Тем более сейчас в год педагога-наставника Ну, уложится определенная нагрузка Да, уж будем откровенны На педагогов Это все реализуется Вот как поощряются педагоги-наставники Если мы, конечно, говорим о вашем центре? Ну, у нас разработано положение на наставничестве И мы работаем в соответствии и на основании этого положения Поощряются наставники добрым словом Финансово, конечно, тоже поощряются Ну, и потом, на мой взгляд, каждый педагог может стать наставником Наставником Вы так считаете? Если у него есть желание Желание передать свой опыт? Передать свой опыт Прежде чем его передать, его нужно проанализировать И правильно его подать Я думаю, что при желании Самое главное условие – это желание У нас все такие А как вы считаете? Вот на сегодня престижно быть педагогом-наставником? Престижно Почему? Когда через несколько лет Иногда через несколько дней Иногда месяцев Иногда через несколько лет Ты видишь результат Своей работы Наверное, все-таки не очень красивый Результат Но видишь своего наставляемого Стоящего твердо и уверенно На двух ногах Человека, который умеет Даже не только взрослого, но и ребенка-подростка Который умеет Принимать решения В наше непростое время Брать ответственность На себя За себя И за окружающих Вот это, наверное, результат Наставничества Самое главное А кого вы можете назвать Своим педагогом-наставником? Ой, это можно много перечитать Ну, пожалуйста Начнем с моей первой учительницы Мой классный руководитель Нина Кимовна Тарасова Конечно, директор 69-й школы Где я проработала Валентина Михайловна Царева И мои коллеги Мои коллеги Руководители Учреждений дополнительного Образования Городского округа Самара Мы учимся друг у друга Наставляем друг друга Обращаемся друг к другу Со своими проблемами Вместе их решаем И добиваемся успеха А можете рассказать О какой-то реальной помощи Поддержке Которой Была оказана лично вам В том вопросе Ну, в котором Вы нуждались Может быть Разобраться Поподробнее И вот вы Обратились к коллеге И вам помогли Ну, таких примеров Конечно, много Очень много Конечно, когда Назначаетесь человек На должность руководителя Встречаешь очень много Трудностей на своем пути Новое место работы Новый коллектив Ты руководитель Ты должен соответствовать Кто приходит на помощь Наш совет Директоров Учреждений Дополнительного образования Которые мне помогли При назначении на должность Поддержали Направили Это действительно Был результат Это была действительно Реальная помощь Наставников Профессионалов Павел Борисович Панич Маргарита Анатольевна Анохина Анатольевна Ольга Николаевна Татаришвили Ольга Владимировна Валентиновна Никулина То есть эти люди Действительно повлияли Да? И на ваш профессиональный Рост в том числе Конечно Конечно Ведь девиз Когда мы вместе Мы Гору можем свернуть И это действительно так Хорошо Влияет ли Центр Лидер На профессиональный выбор Учащихся Вот это вот тоже Я считаю Очень важная Такая тема Когда Не просто ребенок Ну отбыл какие-то часы И ушел Забыл И больше не вспоминает А вот когда Действительно Получив дополнительное Образование И пошел Вот по этой стезе По этой выбранной Дороге И который Благодарен своим педагогам Дополнительного образования Я вот считаю Здесь тоже высшая точка наставничества Ну и конечно Тогда Центр Выполняет свою Главную миссию Образование Дополнительного Ну Конечно Молодые педагоги В основном В большей своей Частью Это наши выпускники Те которые работают У нас Много наших выпускников Работает в школах И учителями Физкультуры И учителями Изобразительной Деятельности Много наших выпускников Спортивной направленности Работают МЧС Пройдя Достойно Службу В рядах армии Много наших выпускников И учащихся Подтверждают Своё Мастерство Не только Получая Спортивные разряды Но и Достойно Сдавая нормы ГТО Наверное так А скажите Какие основные направления Работают в центре Все таки Вы Больше К творчеству Относитесь Нет Мы Многопрофильные Учреждения Дополнительного Образования Расскажите о центре У нас реализуется Спортивная Направленность Художественная Направленность Социально-педагогическая Направленность Туристско-краеведческая Направленность В структуре центра Два подростковых клуба Один из них Туристические Направленности Наши туристы Объехали всю страну Я не говорю про Нашу область Они ее Прошли Протопали Сплавлялись По рекам и озерам Нашей области Были на Камчатке Были в Карелии Прошли Северный Кавказ В Лаганаке Ну очень много точек Это вот один подростковый клуб Под руководством Елены Александровны Ковалевой Кстати лидера образования 2021 года Ну а второй клуб Подростковое созвездие Это большая перемена Педагог Елена Владимировна Никулина Педагог-наставник Победителя Всероссийского конкурса Большая перемена Была приглашена На фортсайт Сессию В Крым Где прошла обучение Потом побывала В образовательном центре Сириус Где получила корчки Эксперта И теперь Погруженная В большую перемену Во время больших перемен Она настолько Смогла Увлечь Большую часть Коллектива Педагогического И детей Что у нас все за большую перемену У нас открылся Клуб созвездия лидера На базе Подросткового клуба Созвездия А как вы считаете Что вот этих Педагогов Педагогов О которых вы сказали Сподвигает К наставничеству Любовь к своей профессии Любовь к своему делу Желание Мы должны Передать Подрастающему поколению Тот опыт Который Накопили За столько лет И Уже Передавая этот опыт Мы видим результат Мы же должны Передать Подрастающим поколениям Все то что мы знаем Для того чтобы не было потеряно то Над чем работали мы Наши предки Мы должны передать историю А подрастающие поколения С удовольствием Принимают Этот опыт Жаждет ли Оно Вот этих Тех новых Открытий И тех знаний Которые педагоги Готовы передать Я хочу спросить вас О тех детях И о тех подростках Которые Занимаются в центре лидера Какие они Беспокойные Инициативные Умеющие организовать Не только свой досуг Ну и досуг сверстников Более того Взрослых Однажды На каком-то Городском мероприятии Хочу рассказать о нашем Объединении Вытворяшки Руководителя Елена Никулина Мы участвовали В организации Приведения городского Мероприятия Что-то случилось На второстепенной сцене С аппаратурой Выключились микрофоны Стоит Толпа людей Родителей Детей Наши Вытворяшки Им никто не давал команды Их никто не просил Переглянувшись Заскочили на сцену Начали играть Под свой родной голос Обращаясь Акапельно Играть И завели толпу Пока технические неполадки Не были устранены Это результат Про наших детей Елизавета Климчицкая Победительница Всероссийского конкурса Большая перемена Она так прониклась В большой перемене Не сказав ничего маме Не сказав ничего педагогу Сама Пошла в интернет Зарегистрировалась Что-то там натворила Замечательно В замечательном смысле этого слова Приходит и говорит Елена Владимировна Мне нужно взять у вас интервью Как у педагога наставника Она говорит Стоп Что случилось Ну так Лиза Климчицкая Стала победителем Всероссийского конкурса Побывала в Артеке И сейчас она у нас едет В областную смену Социально активной молодежи И таких примеров У нас много Очень много Очень радостно Смотреть на деток Которые приходят К нам в первом классе Мы не успеем оглянуться Был вчера малыш Разбойник А теперь он взрослый Школьник И это наши дети Ну что же Каким вы видите Своё учреждение Завтрашнего дня Я уже повторюсь Лидер территории Счастливого будущего Счастливого детства Счастливого будущего Конечно Нам нужно расти И идти в ногу со временем Мы живём не в простое время Больших перемен Мы должны соответствовать Мы должны вести детей За собой Быть для них примером Ну не буду говорить О совершенствовании Материально-технической базы Не буду говорить О том Что коллектив наш Должен Расти и развиваться Вместе с нашей страной Поэтому Я хочу Чтобы остались И так и будет Наши добрые традиции Тепло Добро Уют И я хочу Чтобы наши дети Наши родители Знали что у них есть мы И у нас всегда Для них открыты двери И вот на этой позитивной ноте Мы заканчиваем наш С вами Разговор Спасибо вам большое За интервью За участие В программе День наставника Насамара Гиз Спасибо всем тем Кто был сегодня с нами Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok